В тихом уютном дворе возле дома номер 108 по улице Коммунистической вчера вечером произошел настоящий переполох. На детской площадке начали сносить качели и горку, хотя в этом месте постоянно играла ребятня. Мамочки приходили со всей округи, потому что место не шумное, малыши не убегут на дорогу, забор не позволит. Кто же посмел уничтожить этот уголок? Оказалось, старшая по соседнему 110-му дому решила, нужно менять планировку общего двора. А мы убираем. Я говорю, на каком основании вы убираете это? Мы будем мусорный бак ставить. Я говорю, так, где вы мусорный бак ставите? Вот так. Хорошо, вы там ставите. Ну а при чем тут детская площадка? Санкт-педстанции нам не разрешают ставить бак, потому что детская площадка. Мы говорим, ну а какое право вы имеете? Вы уже демонтируете? Да, мы будем демонтировать. Они подключились, тут начали редать. А кто конкретно редать? Сами. Ее муж, она еще кто-то. Она командовала. Да, она командовала. Они вообще сказали, сейчас мы порежем частями, сдадим это, а есть депутатская какая-то программа, нам поставят новую площадку. Кто вам сказал? Ой, какие молодцы. Это прямо вот так вот они сказали? Да, да, да. Ай, молодцы. Я говорю, только недавно вот это поставили нам депутат. Эту площадку установили во дворе по инициативе депутата Александра Овсяникова всего два года назад. Земля, на которой стоят горка и качели, по словам жителей, городская. То есть сносить элементы площадки самовольно нельзя. Получается порча муниципального имущества. Ну и как вообще могла возникнуть мысль у человека снести аттракционы ради установки мусорного контейнера? С другой стороны, 108-го дома уже есть стихийная свалка. Она образовалась здесь после того, как с этого места убрали контейнеры, потому что от домов отказалась управляющая компания. Вот место, пожалуйста. От детской площадки вообще далеко. Согласны? Далеко от детской площадки. Вот, пожалуйста, вот делайте. Теплотрасса идёт вон там. Никому ничего не мешает. Сейчас договор с организацией, которая вывозит отходы, заключён. Мехуборка привезла контейнер и временно установила его в удобном для всех месте. Но старшая по 110-му дому почему-то решила, что площадку под мусорный бак необходимо оборудовать напротив детской площадки в полисаднике, где, между прочим, располагаются колодцы водоканала. Лень ей, видите ли, донести пакет с мусором до прежнего места. Мы, видимо, с того дома, с 10-го далековато идти. Они решили. Хотя в нашем доме самые старые, говорят, бабушки, у нас у 105, и 94 года, и все ходят. При этом объяснять ситуацию эта странная дама ни соседям, ни журналистам не соизволила. Родственники через закрытую дверь сказали, что её нет дома. Алло, здравствуйте. А нам бы Татьяну, старшую по дому. Это что, участковый? Это не участковый, это представитель средств массовой информации. Редакция газеты «Суть» и сайт «Балаковский репортер». А где она? Как с ней можно связаться? Я сейчас позвоню им. Кстати, участковый тоже в курсе ситуации. К нему обращались жители дома, потому что необходимо было зафиксировать факт уничтожения детской площадки. Участковый сказал, что будем составлять протокол. Приду вечером, будем составлять протокол. Я говорю, давайте будем составлять. Главное, чтобы она не успела его везти. Мы вот и боимся. Кто знает, мы ночью, праздник, встанем, утром, этого ничего не будет. Жители 108-го дома решили не останавливаться и бороться за детскую площадку до конца. Правда, ночью выкорчеванные элементы куда-то всё равно исчезли. Продолжение следует... Продолжение следует...